Всем привет! Это новый выпуск Лёдкаста, официального подкаста Континентальной Хоккейной Лиги. И мы продолжаем большую линейку исторических выпусков, в которых мы говорим о всех 15 сезонах в истории Континентальной Хоккейной Лиги. И сегодня моим гостем стал комментатор и руководитель телеканалов КХЛ Дмитрий Фёдоров. Дмитрий, привет! Привет! Огромное спасибо за приглашение! — Ну, я думаю, начать надо сразу с глобального вопроса. 15 лет, возраст серьёзный, за это время человек уже практически становится совершеннолетним. Лига прошла такой путь. Что за эти 15 лет можно считать главным достижением КХЛ? — Я начну с малого. Вот мы идём по улице и часто видим людей в атрибутике КХЛ. Не клубов КХЛ отдельных, а в атрибутике КХЛ. Я вот, по крайней мере, часто встречаю в общественном транспорте на улицах. И, на мой взгляд, это очень важное достижение, потому что люди стараются одевать то, что им кажется красивым, близким. И таким образом люди хотят приобщаться к тому, что сделала КХЛ за эти 15 лет. Это вроде бы ерунда, но это касается не только спорта, это касается вообще всей культуры, общества, социума. А если говорить о спортивной составляющей, то почти все клубы играют на суперсовременных аренах. Интересный дизайн формы. У нас всё больше команд, которые имеют не просто результаты, а ещё и свою философию. У нас изменилось судейство в лучшую сторону. И отношение к судейству — это вообще грандиознейший прорыв, если мы сравним с тем, что в футболе у нас сейчас и с тем, что в хоккее мы поймём разницу. Ошибки они будут, это очевидно, но само по себе представление о судействе изменилось. У нас появились легенды КХЛ. Это тоже немаловажно. Важно иметь свою мифологию. У нас есть легендарные тренеры Билилиддинов, это, безусловно, Знарог, это Быков. У нас есть легендарные хоккеисты, которые прославляли лигу. Это Мазякин, Зарипов, Морозов, действующий ещё Кошечкин и многие другие. И поэтому везде-везде мы добились определённых достижений. Но, может быть, они не кажутся такими очевидными. А вот если мы покопаем, начнем обсуждать, то да, это был прорыв за 15 лет. Качество показа КХЛ на второй год своего существования создала канал КХЛ-ТВ. И сейчас кажется вроде такая очевидная вещь, что у Лиги есть свой канал. А тогда это не было таким очевидным явлением. Да, и получается в первый год ещё даже Лиги были считанные трансляции. Из многих городов невозможно было делать трансляции. Трансляции были в ужасающем качестве. Из некоторых городов до последнего времени трансляции были плохие. И вот произошёл технологический прорыв. И сейчас почти из всех городов трансляции очень хорошего качества, хорошая картинка. Вернёмся ещё немножко в 2008 год, когда Лига только-только начиналась. Лично у тебя какие были ощущения по поводу того, что создаётся новая континентальная хоккейная лига с таким громким названием? У меня был большой скепсис. Я, когда пришёл в журналистику, застал МХЛ, Межнациональную хоккейную лигу. Потом была РХЛ, Российская хоккейная лига. Потом была борьба за власть, была профессиональная хоккейная лига. Потом была суперлига. И я предполагал, что КХЛ — это очередная смена вывески, борьба за власть, большие инвестиции. Ну и результат, конечно, будет каким-то, потому что общество по-любому развивается, и улучшения произойдут в нашем хоккее. Но я не думаю, что изменения будут такими серьёзными. То есть многие декларации того времени, они оказались декларациями действенными. То есть лига действительно изменилась, очень многое переосмыслилось. Многие вещи внедрились из-за океана. Мне это, кстати, не нравилось поначалу, что КХЛ заявляла себя как конкурент НХЛ. И вот во всём пыталась скопировать то, что происходит за океаном. Но потом ненужная как-то отсеялась. Тот же драфт не зашёл. Было очевидно, что это явление может быть и прогрессивное, но, по крайней мере, у нас не нашло понимания. Ну и другие регламентные нормы из Северной Америки, как-то трансформировавшись, оказались действенными и здорово дисциплинировали всех участников процесса. Да, говоря про новшество, которое принесла с собой КХЛ, так вскользь уже коснулись темы стадионов. Как раз же получается, что многие города, многие команды получили новую арену уже после создания КХЛ. И это стало тоже своего рода прорывом, потому что хоккей из чего-то такого локального, что игралось в старых, добрых, но всё-таки не очень комфортных дворцах, превратился уже в какое-то более весомое развлечение, которое может привлечь к себе людей, даже тех, которые не смотрели за легендарными хоккейными матчами раньше. Да, как раз возникло КХЛ, и только-только начали появляться суперсовременные арены по России. И это был культурный шок. Вот мы сидим, и вокруг книги, такая красивая атмосфера. А ведь КХЛ была культурным явлением. Почему? 90-е годы — это годы, когда население было бедным, большая часть населения. А вот потом, в середине нулевых, уже появились какие-то деньги у людей, и эти деньги захотелось тратить на развлечения. И вот представляете себе, есть суперсовременная арена, только-только открылась. Ты приходишь на неё, там свет, лёд белый, форма красивая, и звёзды первой величины — ягр. Ты можешь посмотреть на игру Ягра, ну и другие, естественно, известные хоккеисты были. Но всё равно это был какой-то прорыв для людей. Ты можешь провести досуг в каком-то сказочном пространстве, которое отличается от повседневной жизни. Причём этот прорыв произошёл не только в крупных городах, в Москве, например. Этот прорыв, прежде всего, произошёл в регионах. Я очень хорошо помню, что на гостевые матчи авангарда всегда были раскуплены все билеты, потому что все хотели посмотреть на Ягра. И мне кажется, что КХЛ стало не только спортивным, но ещё и культурным явлением, которое как-то облагораживало людей. Вот ты действительно приходишь как будто бы в другое измерение. Вот вокруг тебя серость, грязь. Тогда ещё страна была, прямо скажем, необустроенной. И тут ты попадаешь на арену, где все с тобой вежливые, где тебя подводят к местам, где хороший сервис. Ну тогда, может быть, он был не идеальным, но однозначно лучше, чем в повседневной жизни. И получается, наверное, это можно даже назвать революцией. А любой революции хорошо способствуют средствам массовой информации, в том числе и телевидения. Да, вот я тоже думал о том, что любая революция начинается с того, что появляется газета. И эта газета доносит идей до пролетариата, если брать Россию, Советский Союз. И то же самое было с КХЛ-ТВ. Вот появился канал, может быть, в первые годы ничего особенного не было, но он тоже развивался, как-то изменялся подход журналистов. И, в конце концов, вокруг хоккея сформировалось сообщество журналистов, которые были доброжелательны. Доброжелательны к игрокам, к тренерам, к тому продукту, который создает КХЛ. В футболе все не так. Я всегда дискутирую на эту тему с футбольными комментаторами. Вот там какой-нибудь красивый гол, и футбольный комментатор говорит, да ему 10 раз так пробить, он не забьет. Я говорю, что вы делаете? Вы обливаете нехорошими субстанциями свой же продукт, что скажут хоккейные журналисты. Вау, это что-то невероятное, какой красавчик. Вот сейчас он, наверное, подпишет следующий контракт с топ-клубом. Ну, то есть, все-таки хоккейные журналисты стремятся подавать то, что происходит в лиге, восторженно. Вот у футбольных, к сожалению, этого нет. То есть, лига через канал, через СМИ сумела довести до болельщиков мысль о том, что КХЛ — это не только команды, это хоккейное сообщество, семья. Но это же, получается, тоже не сразу возникло. Конечно, не сразу. Все это было довольно медленно. Все это было довольно медленно, и были, безусловно, и неудачи. Был период стагнации. Я, например, считаю, что тот момент, когда мы думали о каких-то высоких достижениях на международной арене и жили этими достижениями, при этом все было подчинено сборной, это не самый лучший этап. Это этап стагнации. Мы пережили несколько этапов, я буду критичным. Первый этап — это был этап самоутверждения. Вот представим себе молодого человека, который приходит в компанию, такую шумную, большую, где много девушек. Он стремится дорого одеваться. Он приедет на очень дорогой иномарке, вдруг кто-то будет смотреть в окно, и он выйдет из этой иномарки, у него будут какие-то драгоценности, дорогие часы. То есть, он хочет показаться. И это совершенно нормально. А потом, когда этот человек вживается уже в атмосферу, он там что-то должен продемонстрировать. Свой интеллект, свои навыки, умения кому-то помочь должен. То есть, мы его уже оцениваем как личность в сопутствующих обстоятельствах. И вот мне кажется, что начальный этап — это этап самоутверждения, где были большие деньги, где было привлечение звезд из-за океана, где был достаточно шумный пиар. Потом был период стагнации, когда практически не было развития, когда результат делался только за счет звезд, за счет того, что ты покупаешь все блестящее. И вот сейчас у нас замечательный период — это период развития, когда развиваются абсолютно все, кто имеет отношение к хоккею. Развиваются тренеры. Посмотрите, вот такой прорыв, много сенсаций сейчас. Почему тренеры стали интереснее работать? Причем не только главные тренеры, а в том числе и их помощники. Тренеры по физподготовке, тренеры по большинству, меньшинству. Все это стало действовать. Медийные службы значительно лучше работают. Журналисты стали лучше работать. Комментаторы, на мой взгляд, вот просто даже не обсуждается. Маркетинговые службы. И, что не важно, вот раньше, например, нам тяжело было найти комментатора на матч МХЛ. Никто не хотел работать на МХЛ, потому что хуже знали эту лигу. Сейчас практически все на нашем канале хорошо знают МХЛ и даже ЖХЛ. Это тоже период развития, когда людям интересно не только то, что на поверхности, не только лучшие клубы, но и что там происходит у 16-17-летних. Поэтому мне кажется, что мы переживаем сейчас прекрасный этап, и вот сейчас лига прям задышала. Хотя вот у того периода, о котором я с некоторой иронией рассказываю, периода самоутверждения, было очень важное. Смотрите, кто играл в финале. ХК МВД и Атлант. Вот сейчас представить себе, что команда середняк вот так вот запрыгнет в финал, очень тяжело, а это нам нужно. Дальше «Динамо» дважды выигрывала с невыдающимся составом кубок Гагарина. И у этого «Динамо» была философия. Она достаточно четко формулировалась. Мы без звезд, у нас дизелек, у нас все четыре звена равны, но вот мы берем трофей. Брутальная команда, вспомним руководителей ее. Вот этого нам сейчас не хватает. Клубной философии, которая должна быть декларирована для болельщиков. У Нижнего это есть. Поэтому такой невероятный успех и в медийке, и в спортивной составляющей, и во всем. И детско-юношеская школа хорошая, несмотря на весьма такие скудные условия. И команда МХЛ хорошая. То есть действует вся вертикаль. Но там не хватает клубной философии и не хватает нам сенсаций в плей-офф. То есть сейчас они есть, но вот если какая-то команда-середняк дойдет до финала Кубка Гагарина, я скажу, вау, это здорово. Это вот то, что было тогда в первые годы существования КХЛ. Ну, с какой-то точки зрения, мне кажется, вот 15-й юбилейный сезон, он как раз, ну, немножко очерчивает философию для команд. Потому что, во-первых, да, появилась ларионовская торпеда. Во-вторых, появился, ну, как появился, он и был адмирал, да, но который вроде бы совсем другое пропагандирует, при этом команда тоже определенных успехов добивается. Может быть, вот эти примеры сподвигнут другие команды вот выбрать какой-то конкретный курс и пойти дальше именно этим курсом? Да, у нас дикая ситуация, когда команда может выиграть Кубок Гагарина, но поскольку она не декларирует какую-либо философию для своих болельщиков, она оказывается им неинтересна на протяжении регулярного сезона. То есть болельщики на нее не ходят, потому что сейчас люди хотят переживать за какие-то красивые истории, за яркие слоганы. А если этих слоганов нет, спортивный результат не даст тебе внимания. И вот смотрите, клубы-середники, они сформировали эту клубную философию. Про торпеды мы сказали. У адмирала эта клубная философия появляется. Ведь противная команда Тамбиева, она почему? Потому что нет серьезных финансовых ресурсов. Очень тяжело пригласить на Дальний Восток, потому что это далеко. Тяжело пригласить легионеров, да и российских звезд. Поэтому такой специфический стиль. Но это еще и философия всей системы. Там же и дети, когда вынуждены лететь куда-то вглубь России, они же, когда участвуют в каких-то серьезных турнирах, тоже вынуждены играть вот в такой хоккей, моментами оборонительной. Да, потому что джетлаг. Потому что после перелета, ну, все-таки тяжело играть в веселый хоккей. Ну, и получается, что это система, что это мировоззрение. Но ведь хоккей — это не только яркая атака, это не только креатив, это еще и умение терпеть, это умение бороться, это желание ложиться под шайбу. Это труд. Иногда это так. Поэтому вот сейчас в КХЛ могут существовать, я с тобой абсолютно согласен, разные системы. Это и торпеда, такое яркое, и трудовая команда «Адмирал». У «Нефтехимика», посмотрите, есть клубная философия. Значит, можно сказать, что это команда со своими воспитанниками. А. Б. Это команда, где есть яркие личности, поряден. Появился Максим Кончаров, самый веселый хоккеист в лиге. Это команда со своим стилем. Это команда, которая обыгрывает всех топов. Я посмотрел, на протяжении регулярного сезона «Нефтехимик» обыграл все топ-клубы. Появилась интересная медийка. Они делают занятные такие клипы. Что-то там происходит помимо хоккея. Дальше. Доброжелательный тренер, такой мужик, который вышел из ВХЛ и добился успеха с этой командой. То есть это команда, где каждый может стать героем. Сейчас гораздо больше интересных персоналей, героев, интересных матчей. И вот я за то, чтобы у каждой команды КХЛ, независимо от того, на каком месте в турнире таблице она находится, появлялась вот такая философия. Поэтому сейчас переломный, очень важный момент в жизни лиги. Это нужно делать. Да. Ну, может быть, вот декларирование этих философий, оно тоже как-то связано с развитием медиа. Потому что те же 5-6 лет назад не так еще социальные сети были распространены. И «Нефтехимик», может быть, и хотел бы снять какой-нибудь классный клип, но просто еще не дошло до того, что это легко выкладывалось и всеми смотрелось. Сейчас как-то все больше на виду, наверное, стали. И команды, и игроки. Нужно, чтобы в ближайшие десятилетия хоккей воспринимался как часть молодежной культуры. Многое для этого делается, но недостаточно. Я вижу очень серьезный вызов современности по отношению к хоккею. Мы, находящиеся внутри корпорации, не в полной мере это осознаем. Хоккей — это игра брутальных, но очень скромных мужчин. Я вот пока учился в высшей школе тренеров, прочитал большой объем североамериканской литературы. Там тоже постоянно об этом говорится. Тренеры должны быть скромными, игроки должны быть скромными, в основном хоккей. Именно поэтому, если кто-то из хоккеистов выкладывает что-то из повседневной жизни, ему потом может прилететь. Думая о хоккее. И получается, что хоккеисты и тренеры выглядят проигрышно. На фоне стендап-комиков, на фоне различных блогеров, на фоне каких-то фитоняшек даже. Вот они абсолютно не скромные. Зачастую содержание ноль, образование ноль. Тупые, неинтересные. Но они себя подают так, что у них миллионы подписчиков. А здесь есть зрелище, содержание. Интересные люди. Но все стараются быть скромными. Вот к тебе приходили звезды первой величины КХЛ на леткаст. И вот ты на раз смотришь, человек пришел как будто бы на экзамен. Он как будто бы стесняется своих собственных достижений. Ну, нам что-то необходимо делать. Ну, нам нужно менять свое поведение в окружающей действительности. Я не говорю о том, чтобы переходить на хайп, на какие-то скандалы и провокации. Вот те же бойцы UFC с их трэш-током, с их бравадой. Они привлекают внимание молодежи. Вот там что-то оттуда обязательно нужно позаимствовать. Да, было бы интересно что-то из тех элементов, наверное, увидеть. Ну, кстати, вот есть же семинары для игроков по общению со СМИ. Есть ощущение, что они как-то все-таки повлияли на кого-то? Я благодарю континентальную хоккейную лигу за то, что она одобрила тогда этот проект, связанный с продвижением различных аспектов вне хоккейной деятельности. Игровой интеллект, программа, которая помогла и в финансовом образовании, и в общении со СМИ игроков. Я вижу, как молодые хоккеисты стали общаться с прессой, как многие наши наработки молодые хоккеисты стали использовать. Ну и самое важное, я вижу, что молодые игроки готовы к общению. Им это любопытно, и они готовы отвечать не тривиально. Это все действовало в последние годы и будет действовать, потому что на авансцену истории выходят молодые игроки, которые воспринимают журналистов как союзников, не как врагов, а как союзников. То есть вот здесь я чувствую такой скрытый резерв. Молодые хоккеисты вряд ли будут такими скромными, как предыдущие поколения звезд. В этом сезоне еще много говорят ведь о том, что и тренеры стали меняться. То есть про того же Никитина, про того же Кудашова говорят, что вот в этом сезоне люди стали лучше разговаривать со СМИ, как-то доброжелательнее относиться к журналистам. Вот тренеры, видимо, тоже понимают, что пора меняться. Тренеры опытные люди, и они увидели, что от журналистов идет поддержка. Если ты делаешь несколько шагов навстречу прессе, то и она тебя поддержит, поддержит игроков, поддержит команду. И посмотрите, сейчас тренеры не просто говорят любопытные вещи об игре, они ведут себя нетривиально. Мартимьянов, Кудашов, Пролорионов, понятно, он вообще как шоумен выступает в хорошем смысле этого слова. Никитин, Федоров дает интереснейшее интервью. Ну то есть почти все тренеры привлекают к себе внимание. И даже после поражения они доброжелательные, они готовы отвечать на вопросы. То есть мне кажется, что тренеры показывают игрокам, ребята, мы без прессы вряд ли завоюем аудиторию. Нам что-то нужно делать, иначе трибуны будут псты, иначе просто мы будем получать меньше денег. Я когда встречался с командами, я сказал, что все происходящее остается внутри. И я никому не рассказываю о том, что мы там обсуждали, какие примеры. Ну все-таки это такое внутрикомандное собрание. Но начинал я с того, что я могу озвучить и для всех остальных, что если мы не будем завоевывать аудиторию, то в конце концов через 5-10 лет мы не будем интересны, в том числе и тем, кто дает деньги. И говорю, оставимся без денег. И мы представители прессы, и никто вам ничего платить не будет. Это подействовало. Правильная мотивация. Да, да, да. Ну если говорить про привлечение внимания, мне кажется, надо поговорить про какие-то самые яркие события за эти 15 лет. Понятно, что все охватить, наверное, невозможно. Но так вот из карьеры было что-то такое, что запомнилось особенно. Может быть, какой-то особый матч, может быть, какая-то нестандартная ситуация. Много было всяких нестандартных ситуаций и интересных матчей. Отмечу я 2014 год. На мой взгляд, это самый яркий финал в истории континентальной хоккейной лиги, потому что играла наша команда и не наша команда. И тогда просто феноменальную игру показывал магнитогорский «Металлург». Просто какую-то невероятную. Плюс Лев состоял из качественных европейцев. Фактически, это была сборная Европы. Игры проходили на огромной арене в Праге. То есть тут все совпало. И Майк Кинен перед началом плей-оффа говорил, что кубки выигрывает оборона. А там такое в финале началось. Мазякин устанавливал рекорды результативности. Зарипов был великолепен, при том, что еще и вратари хорошо играли. Сказка была. И я потом у Кинена спросил, ну вот как же так? И он очень хорошую фразу сказал. Я вот ее запомнил. И сейчас, как начинающий тренер, я все время об этом думаю. Он сказал, что вокруг финала были такие эмоции, что команды поддались этим эмоциям. И что трибуны создают иногда такую атмосферу, что тренерские установки, системный хоккей, все это можно выбрасывать в корзину. Поэтому лучший хоккей – это хоккей не тренерский, а хоккей эмоций, вдохновения. И вот тогда, в 2014 году, он был замечательным. Вот я вспоминаю этот год как, возможно, лучший в истории КХЛ. Ну а так были, конечно, интересные матчи, самый долгий матч в истории КХЛ. Парадоксальная ситуация в том, что я всегда был последовательным противником игры в овертаймах до золотого гола в формате 5 на 5. Всегда выступал в прессе, критиковал. И вот мне достался самый долгий матч. Но я помню, что у меня был невероятный энтузиазм. Открылось второе, третье дыхание. Я помню, что в перерывах кто-то ходил купить батончик в автомате, купить воды, и выяснилось, что уже ничего нет, все раскуплено. И оказывается, что набег на этот автомат совершил администратор Йокерита. Потому что там закончилось питание, а нужно же в перерыве тривиально подпитывать организм. И вот этот администратор пошел и все в автомате скупил в фойе Ледового дворца ЦСКА. Вот этот матч, конечно, запомнился. Я помню такую историю. Это был 2014 год. Пятый матч серии «Металлург-Салават-Юлаев». Я был очень больным. Понятно, что весной ослаблен иммунитет, много работы, на стрессе часто заболеваешь. И вот лучшие матчи, иной раз проводишь с температурой, это тоже такой вызов в комментаторской работе. И я помню, что я был больным, и у меня сел голос после третьего периода. Просто я понимал, что у меня нет голоса. А там 0-0 и овертайм. И я нахожусь в ужасном расположении духа, потому что я понимаю, они тут могут играть еще 2-3 периода, вот так вот совершенно спокойно, 2-3 овертайма. У меня не то, что подсел голос, он отсутствует. И вот Хабаров, воспитанник магнитогорского хоккея, забрасывает победную шайбу на 2-й минуте овертайма, и я понимаю, что я свободен. Это такая раскрепощенность, и я вот в оставшиеся 2-3 минуты, нужно было прокомментировать гол, подборку опасных моментов, я помню, что я кричал, понимая, что дальше я могу несколько дней не говорить, молчать, вот это тоже запомнилось. Если говорить про какие-то еще запоминающиеся истории из карьеры, да, безусловно, это матч звезд 2020 года, который в Москве состоялся, в котором ты был тренером, и тогда же было как раз объявлено, что пора начинать тренерскую карьеру всерьез. Я решил пойти учиться в высшую школу тренеров еще до матча звезд, но там это желание окончательно окрепло. Мы говорили с тобой о том, что КХЛ стала лигой развития, вот получается, что и здесь лига выступила как развивающий орган, то есть меня подключили к матчу звезд, и я получил таким образом трамплин. Отмотаем пленку назад. За неделю до матча звезд меня позвали вот в качестве ассистента главного тренера в команду дивизиона Боброва. И в этот день был матч на Красной площади между женской командой, сборной ЖХЛ, и между сборной, она называлась сборной звезд шоу-бизнеса, но там были бывшие хоккеисты, комментаторы, артисты. И это был такой вот первый бесценный матч на Красной площади. Это к тому, что лига многое делает, чуть ли не впервые в мировом хоккее. Вот так получилось, что тогдашний партнер, официальный партнер КХЛ хотел как-то и в любительский хоккей внедряться. И мы поговорили о том, что можно придумать впервые в истории матч между женской командой и мужской. И так, чтобы равные были силы. Вот в мире, где борются за гендерное равенство, там наверняка вот к этой гендерной повестке относятся, как в 70-е годы относились у нас к партсобранию, как к обезаловке. Поэтому там интересных идей нет. А вот у меня возникла идея, а что, если сделать команду из бывших хоккеистов и из артистов, комментаторов? То есть уровень ее будет непрофессиональный, но в то же время она будет нормально играть в хоккей. И она сможет на равных играть с женской командой, профессиональной женской командой. И мы можем сесть на хвост матчу звезд женской хоккейной лиги в Москве. То есть вот они отыграли, и вот на следующий день они остаются, играют на Красной площади. И Лига это организовала с помощью... Официальный партнер организовал. Лига помогла, инвестировали деньги. Это было красиво. И за океаном ничего подобного не было. А у нас это было в событиях, по-моему, не официально, в рамках матча звезд, но там фигурировала атрибутика матча звезд. И, конечно, так ассоциативно это было связано. Поэтому вот еще важное достижение. Мы придумали вот эти матчи мужчины против женщин. Абсолютное гендерное равенство и уважение. Женщины играют против звезд в недавнем прошлом мирового хоккея. Яшина, Николишина, Будюкова, Гуськова, Морозова. С девушками в последний раз играл Мазякин. Это же тоже было здорово. И это наше достижение, российское. Все это на Красной площади. И вот после первого матча мне звонок. Примешь участие? Я говорю, спасибо огромное. Да, может быть, матч был и не самым ярким, так вот в памяти болельщиков, но там тоже было довольно много всяких любопытных номеров. Мы победили. Я по атмосфере в раздевалке понял, что я могу работать внутри хоккея, я могу нормально общаться с ребятами, и они меня воспринимают как своего. Я помню, что был аншлаг, ну или что-то близкое к этому. Матчи звезд у болельщиков вызывают такие двойственные эмоции. Многие говорят, да это вообще ерунда. И, наверное, по телевизионной картинке да. Вот мастер-шоу это интересно, сам матч звезд уже не так интересно. Но когда ты находишься внутри, на трибунах, в раздевалке, на скамейке, это все здорово. Это захватывает, это увлекает, улыбки, номера. Кто-то приезжает с заготовленными номерами, медийные службы помогают. Иногда сами хоккеисты что-то придумывают. Он у нас тогда, я помню, что Егор Морозов в команде приехал с мешком, Дед Мороз, раздавал подарки, выполнил там буллит красивый. Вот, то есть иногда сами хоккеисты что-то придумывают. То есть это было событие в моей жизни. Я получил золотую медаль, отдал маме, кстати, очень красивая золотая медаль. И мы очень серьезно настроились и на полуфинал, и на финал. И я выступал с мотивационной речью. Алексей Николаевич Кудашев сказал, давай. Вот, и перед финалом я сказал, ребят, вот у вас такие замечательные дети в раздевалку приходили. И на трибунах сидят ваши жены, родственники, родные. Они вас по-любому будут любить. Но вот после этой игры вы можете вручить ребенку не серебряную, а золотую медаль. И потом у вас будет роскошный музей домашний. Вот все, что вы завоевали, будет в этом музее. И вот если вы будете сидеть и смотреть на серебряную медаль матча звезд 2020 года, у вас всегда будет легкое сожаление. Ну, могли больше вложиться в эту игру, и медаль была золотая. И мы тогда выиграли. И я понял, что даже в таком забавном матче, как матч звезд КХЛ, все равно отношение к делу дает результат. То есть, если ты нацелен на победу, у тебя обязательно будет победа. Я помню, что тогда была очень долгая булитная серия, и в конце концов Алексей Николаевич говорит, Мика, давай решай. Мне кажется, вот на такой позитивной ноте можно, в принципе, и закончить нашу беседу. Это было здорово. Спасибо за разговор. что пригласил, Олег. Да, ну а зрителей, слушателей, призываю оставаться с нами, слушать и смотреть Ледкаст, смотреть матчи континентальной хоккейной лиги, молодежной хоккейной лиги, женской хоккейной лиги, почему бы и нет. У нас всегда много интересного. Пока-пока.